Озеро Вилье. Здесь произошло так называемое заморное явление. В народе говорят проще. Озеро сгорело. По сути, рыба полностью лишена кислорода. Она пытается выбраться наружу, чтобы сделать хотя бы один глоток воздуха. Вот так отреагировали люди на негативное природное явление. Некоторые набирали целые мешки рыбы, используя при этом самые разные инструменты. Популярным стал сачок. Со стороны это больше похоже на массовую истерию. В итоге частью лова такая осталась лежать прямо на льду, который окрасился в серо-красный цвет от ила и крови. Мы наблюдаем останки рыб в большом количестве, в основном мелочи. Этому всему будет дана правовая оценка действием. И будем разбираться, будем смотреть, присутствовали ли незаконные орудия лова при вылове. Замор рыбы – явление достаточно распространенное в регионе. По словам специалистов, подобную картину можно наблюдать на многих озерах. Чаще всего это происходит на неглубоких водоемах. И хотя велье озера довольно глубокое, в среднем 3-4 метра, но и оно бывает горит. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Специалисты выделяют сразу несколько. Во-первых, засушливая осень без дождей. За счет родников водные объекты пополняются лишь на 10%. Все остальное зависит от весенних стоков и осадков. Вторая причина – толщина льда и значительный снежный покров, которые не пропускают воздух. Анатолий Кузнецов говорит, последний раз видел, как происходит замор здесь примерно в 2010 году. И вот теперь история повторилась. Как видите, он уже подвергся замору, это процесс кислородного голодания. Вот поднялся он кверху. Это был лещ, хотя в данный момент на льду можно встретить самых разных представителей озерной фауны. Здесь обитают плотва, жерех, щука и множество других разновидностей. Самые негативные последствия, которые могут произойти, погибнет вся рыба. Хотя, по словам Николая Гордеева, такого в области еще не происходило. Самое печальное, что предотвратить замор рыбы практически невозможно, а бороться со следствием очень сложно. К сожалению, этот процесс у нас все чаще и чаще повторяется. И есть озера, подверженные заморным явлениям. Это происходит в случае, когда вследствие гниения водорослей и гниения всех микроорганизмов бентуса, значит, у нас пропадает кислород и преобладает углекислый газ в водоеме, в воде. И рыба погибает. Единственный выход – прорубать вот такие майны, чтобы рыба смогла дышать. Да эффект недолговременный. Мороз вновь сковывает воду льдом. Рыба уже в процессе разложения, так как уже она, замор происходит, уже как бы она умерла и начинается разлагаться. Ну, вот, как мы видим майны, процесс этот, как бы дает кислород для рыбы, вот, воздействие уже происходит меньше, и рыба потихонечку начинает отходить. На озере Вилье Валиканова природа решила эту задачу своим способом. Здесь образовалась полынья, но тут вмешались люди. И теперь органы госконтроля будут выяснять, не применялись ли запрещенные орудия лова, такие, как электроудочки, колющие орудия или сети. А пока примерзшую ко льду рыбу продолжают собирать уже с берега. На помощь тут идут топоры. А между тем Вилье входит в цепь озер протяженностью 15 километров. Все они соединяются протоками. И высока вероятность, что процесс замора повторится и в других местах. Мария Руда и Сергей Данилин. Телекомпания. Город.